МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Друзья, мы собрались здесь не ради красивого вида. Господа, вам не надоело бессмысленно тратить деньги? Сначала мы тратим миллионы, чтобы вывести на политическую арену наших кандидатов, а потом в два раза больше, чтобы угробить конкурентов. Таковы правила. Хочешь посадить своего президента и стать? Давайте будем хоть раз жизни с честными друг перед другом. Когда кто-то говорит о честности, это значит, он хочет снять с тебя последние штаны. Я не помню, кто это сказал. Кто-то из великих. Паша Лазаренко. Андрей Николаевич, у вас есть какие-то предложения? Да, Михаил Семенович, до выборов осталось неделю. Мы с вами хорошо потрудились за наших кандидатов, они практически идут на зря в на злю. Теперь пускай победит сильнейший. А мне это зачем? Я, Густой Маршалович. Чтобы доказать. Михаил Семенович мне. Ну, себе лично. Кто, в конце концов, здесь царь горы? Хорошо. Пусть все решает народ Украины. Неконтролируемая демократия. Мне нравится эта игра. Давно я не испытывал такой прилив адреналина. Господа, надо чаще встречаться. Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку. Я всего на свете член, почти что супермен, но редко лезу в драку. Знает весь двор мой приговор, слуга народа. У меня почти все есть, достоинство и честь, и даже крики браво. Персональный самолет мне выделил народ, А что имеют право на животу? Вот тут набьют, а тут слуга народа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Э, уважаемый, давно хотел спросить, кто тебя так парковаться учил? Я давно хотел тебе сказать, дед отвали. Что отвали? Как я выезжать буду? Через твою водорублу перепрыгивать, что ли? Ты Колымага ездишь, что ли? Я думал, в ней бомжи ночуют. Слышь, топля, куда пошел? Доброе утро, Игорь Михайлович. Что здесь происходит? Да вот что ты разорался тут, пенсионерши за мной. Машину убери, долбодятел. Дед отвянь. Василич, ты что, оборзел? Ты что, не знаешь, кто его папа? Не по барабану, кто его папа. Василич, не нарывайся. Что ты лезешь? Ты кто? Начальник ЖЭКа? Вот и займись делом. Не двор, а трещобы. Когда ремонт сделаешь? Сколько можно жалоб писать? Не твое дело. Когда парковка нормальная будет? Будет. Не, ну куда он ее поставил, а? Ну как я буду выезжать? Дороги нету, что ли? А как я разворачиваться буду? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ПЕСНЯ НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Да ёб... Пап, я тебя вчера попросил разбудить меня в половину седьмого. А я вчера попросил вынести мусор. Которую я попросила тебя вынести позавчера. Так, шо один-один. Доброе утро. Спасибо, пап. Приходьте еще. Хорошо. Рубашка, мам. Мамуль, ты не можешь погладить мне рубашку? У меня больные ждут сынка. А меня здоровые, причем целый класс. Доброе утро. Привет. Наташа, Наташа, открой дверь, я спешу. Я тоже. У меня школа. А у меня институт, Вась. Я тебе не Вася, а дядя. Уступи дяде место. Это не трамвай. СМЕХ СМЕХ Смешно. Мамуль, пожалуйста, погладь мне рубашку, у тебя есть время. Моя радость, вот выйду на пенсию, тогда обращайся. Мам, если директор школы увидит меня в помятой рубахе, он меня выгонит. Жду не дождусь. Жду не дождусь. Петя, приятного аппетита, мальчики. Спасибо. А что Петя? Если пособие по безработице больше, чем его учительская зарплата. Папа, у тебя странная логика. Да, это у меня странная логика. Окончить школу, поступить в институт, чтобы снова вернуться в школу. Простите, пожалуйста, папа не пошел по вашим стопам, не стал извозчиком. А твой папа не извозчик. Твой папа работник сферы услуг. Прекрасно. Услужите, приглядеть за кофе. Спасибо. Прости большое. Да ну что? Открой дверь. Тебя, в конце концов, родной дядя просит. Мой дядя уже пять лет как ничего не просит, сынок. Ой, извини, мам. Наташа. Я не Наташа, я твоя племянница. Наташа племяша. Поглади рубашку, пожалуйста. Вместо того, чтобы ходить всех просить, уже давно взял утюг и сам погладил. Где утюг? Там, где обычный. Так вот же шон. Вася, у тебя сейчас кофрю убежит. Так сними кофрю. У нее еще слов нет. Вася, он не снимет. А он не снимет. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ох ты что! Не успела. И что же за день у тебя сегодня такой, мать? Кстати, Вася, ты помнишь, какой сегодня день? По-моему, пятница 13-ая. 13-ая, но не пятница. Ну, а сегодня еще и пиццовет. Кто о чем на вшивая бане? У твоей племянницы все дни рождения телепень. Точно. Приятного. Привет, спасибо. Наташечек, с днем рождения, тебя поздравляю. Счастья, здоровья, любви и всего такого. У меня подарок. Вот тебе и утюг. СМЕХ Ну и можешь называть меня Вася. Наш старый добрый утюг. Девки умрут от зависти. Отлично, это выжил. Это мне. Остальные подарки вечером. Да не надо, ты и так сильно потратился. СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ Вась! Что? Выходи. Дайте мне 10 минут спокойно сосредоточиться. Вась, выходи, тут это, к тебе пришли. Пап, этот прикол с восьмого класса не работает. Васечка, он не шутит, выходи, пожалуйста. Ты и маму подключил? Ну давайте еще Наташу позовите. Я здесь. Ну что, пап? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Здрасте. Василий Петрович Голобородько? Да. Доброе утро, господин Президент. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Наразі оброблені усі протоколи виборчих дільниц. З результатом 67% перемогу здобув кандидат Голобородько Василь Петрович. Отож сенсаційно і вперше в історії України главою держави стає простий вчител із Києва Василь Петрович Голобородько. Для лідерів світових держав вибір українського народу став певною мірою несподіваним. Зізнаюсь чесно, я майже нічого не знаю про Василя Голобородька, тим не менше сподіваюсь, що ми знайдемо з ним спільну мову. Перемога Голобородька стала для нас дуже неочікуваною, ми шоковані таким результатом. Однак ми поважаємо вибір українського народу і визнаємо, що вибори в Україні відбулися демократичним шляхом. Наразі до адміністрації президента надходять вітальні телеграмми з цього світу. Откакая-то, знаєте, какая-то милепая шутка, у меня ощущение, що це розовір. Я же даже по предварительним соцопросам не попадал в десятку. Ну, вищеную волю народу соцопросами не изметь. Хотя, честно признаться, я и сам не до конца понимаю, как это могло случиться. Ну? Ну как, выбрали его... Грушевского. Грушевского. Угу. Президентом. Президентом. Угу. Ну, это миф. Он был председателем совета, и все. Хорошо, что ты еще знаешь о Грушевском. Ну, улица есть такая. Улица, хорошо. А, он еще на полтосике нарисован. СМЕХ Тихо, ребят. На полтосике. Неплохо. И улица. Точно. А за какие заслуги? Перед Родиной. СМЕХ Да. Глотов, за заслуги перед Родиной мы ставим тебе уверенную двойку. Поздравляю тебя, это уже в этом году пятая юбилейная двойка. Садись. Марчук, давай продолжай. Да ладно, сидите, сидите. Сидите, ребят. Хотя нет, давайте так, вставайте, ребятки. Все дружненько и на хоздвор. За руку, Петрович. Ну, давайте активнее, активнее, шевелитесь, давайте. Пацаны сколачивают будки, девочки вешают программки. Все, все понятно. Ну, не могу понять, почему хоздвор? Что происходит? У меня урок. Деректрис сказал. Вась, ну, выборы на носу. Какие выборы, я не могу понять. Думаю, почему мои снова, ребят? Почему не десятый А? Ну, десятого А, математика. Ну, а что математика? У меня история. Ну, ты тоже сравнил хер с пальцем. СМЕХ Ребята, десятый Б. СМЕХ Достало это меня. Петрович, ну чего ты? Еще, хрен, надоело уже мне это все. Математика, сука, царица наук у вас. Ну, хорошо, математика. А история, как ты сказала, хрен, собачья. Потом мы удивляемся, а почему наши политики каждый раз приходят к власти и совершают одни и те же ошибки? Да потому что они охренные математики. Знают только как отнимать, делить и приумножать свое. Вот и все. Петрович, я сроду тебя таких слов не слышал. Чего ты их завелся? Потому что достали все эти муки вот здесь, понимаешь? Теперь, сука, они заставляют детей будки ваши строить. Знаешь, почему у нас жизнь, собачья? Да потому что мы свой выбор с тобой начинаем в будках. Понятно? А выбирать-то несколько. Из двух пидрасов выбираем меньше. И так 25 лет подряд. Знаешь, что интересно? В этот раз ничего не поменяется. Знаешь почему? Потому что ты, мой батя, я, мы снова выберем пидраса. Да потому что да, понятно. Конечно, он пидрас, да ну лучше его. Те-то хуже. Вася, да пойдем кряпнем, у меня заначка есть. Да мне приходят эти потом пидрасы в власти. Пиздят и пиздят. Пиздят, сука, и пиздят. Ударения разные, смысл один и тот же. И всем, понимаешь? И мне, понимаешь, нам всем, понимаешь? Не пуй на маленький, а здоровый такой, блядь, пришел нам всем. А меня бы на одну неделю туда поотправили. Если бы можно было, я бы им был устроен. Кортежи, нахуй, льготы, блядь ваши, нахуй, дачу, нахуй. Всех вас, нахуй. Чтобы, блядь, простой учитель жил как президент. А президент этот, блядь, жил как учитель. Это я тебе как учитель истории говорю. Хотя я тебе, блядь, блядь, пидрасы. Однако далеко не все вызнают результаты выборов. Примиром, Жанна Борисенко у Твиттере назвала выборы черговым цирком. А вот найближчий конкурент Голобородько, лидер фракции «Визволители» Сергей Карасюк, «Визволители». Это честные выборы? Это плевок в лицо демократии. Это я вам скажу. Мы будем оспаривать в суде решения по этим выборам. Кто такой Голобородько? Кто это? Откуда он взялся, а? По всем опросам я лидировал. По всем округам. Я полгода езжу, общаюсь по регионам с избирателями. А Голобородько что? Один раз помотюхался в ютубе, и все? Я в это не верю. Василий Петрович, ну, это же не трамвай. Простите. Хотя, если вам так удобно, то пожалуйста. Я умею в виду, что поедет полом выигрывал полностью я. Это все махинации. Все, кто меня слышит, товарищи, завтра собираемся на Майдане. Я до сих пор не могу в это поверить. Я понимаю, что на вас это как снег на голову. Но попытайтесь сосредоточиться, как-то взять себя в руки. Да попытаюсь. Куда мы сейчас едем? У нас сегодня очень насыщенный день. Примерка, работа над вашим имиджем, фотосессия, встреча с журналистами, пресс-конференция. Это все нужно успеть за день. Ну, желательно, до обеда. Кстати, вы что больше предпочитаете? Патек Филипп или Ваширон Константин? Не читал. Совершенно нет времени. Патек Филипп, Ваширон Константин, Эге, Хубло. Вы знаете, кстати, кто такие носит? А кто? Путин. Путин Хубло? Да. Ну, а вам я советую вот эти. Их в мире всего четыре пары. Согласны? Ну, подумайте. Хорошо. Маша. Интересует? А, нет, нет. Замечательно. Парфюм. Эрме. Донна Каравна. Ральф Лорен. Бессаччи. А я думаю, вы знаете, вам такие подойдут. Позвольте. Ну, хватит. Ну что, пойдем к обуви. Так вот. Берлутит, Эстония, Луи Виттон. Но я рекомендую вам вот эти. Я думаю, вам в них будет очень хорошо. Кстати, в них есть супинатор. А стельки? Конечно. Голстоки под домом. Самое главное, это костюм. Кевин Клярин. Жан-Поль Гатте. Дольче де Бана. Карл Ла Вефельд. Ну что скажете? Давайте вот этот. Хорошо. Каруш, ты останься. Все остальные свободны. Самолет доставит вас обратно. А неплохой выбор. Да. Василий Петрович, ну что я могу сказать? Костюмчик сидит, как в литване. Думайте. Уверен? Ну все, хватит пудрить голову, Карант. Василий Петрович, прошу в кадр. Куда? Туда. Сюда, пожалуйста. Вот, встречайте, Карант. Василий Петрович, наметочку и смотрим в объектив. Да. Извините. Сделаем пару фото. Для удостоверения президента. Улыбаться не надо. Прекрасно. Для официального сайта. Можно улыбаться. Замечательно. На портрет для кабинета. Поменяем ракурс. А, для кабинета улыбаться или... Ну, можете улыбаться, можете не улыбаться. Прекрасно. Ну, раз уж мы здесь, сделаем пару заготовок. Президент думает о медицине. А как я должен думать о медицине? Ну, а как можно думать о том, чего у нас нет? Великолепно. Президент общается с рабочим классом. Да. О, общая. Замерли. Это мы так шутим? Извините. Еще раз. Прекрасно. Президент заботится о детях. Пошли, дети, дети. Вот. Возьмите девочку и вставьте. Да. Вот так. Смотрим объектив. Да. Улыбаемся. Прекрасно. И для Фейсбук. Ага. Для молодежи. Сэлфи. Сэлфи. Позволю себе отнять еще немного вашего драгоценного времени, так сказать, для истории. Слепок правой руки для Национального музея. Прошу. Замечательно. Моему ручку. Слепок левой руки для музея хиромантии. Моему ручку. Правую ножку для музея футбола. Василий Петрович. Да. И ваш профиль для кальционной монеты Агласбанка. Простите. Что здесь происходит? Что здесь происходит? Ребята, успоко... 10-й Б. Левченко, что за рукоприкладство? Василий Петрович, это все Глотов. Это он видео в интернет выложил. Понимаешь? Теперь проблема будет такого. Классного поставить. Достаточно. Хватит. Хватит. Прекратите этот самосуд. Садитесь. Дурак. Садитесь. Тише. Ага. 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 Все тишина. Так кто видел этот видео шедевр? Спасибо. Все, кроме Глотова. Ну, вас, Глотов, я поздравляю. Ваше видео историк жжет. Просто порвало интернет и стала лидером проката. По этому поводу, ребят, я вам расскажу одну притчу. Однажды в храм к японскому императору пришел бедный крестьянин. Он сказал, государь, налоги в нашей провинции настолько высоки, что людям просто нечего есть. Ну, а мне терять уже нечего, поэтому я вам скажу правду. После этого он брызгнул потоком бранных слов в адрес императора, его семьи, его власть, в общем, всего того, что так дорого было императору. От его слов самураи, охранники императора, покраснели. Гейши упали в обморок, а сакура, цветущая у входа, засохла и больше никогда не плодоносила. Император спокойно выслушал крестьяне, намолча, и после этого издал два указа. Первый. Вырвать язык крестьяне, ибо сквернословие – это грех. А второй указ – снизить налоги в провинции. Потому что правда, какой бы она ни была, со мной остается правдой. Я абсолютно не оправдываю себя и своего поступка. Наверняка мне не нужно было так поступать. Не знаю, мой брат сказал, что вы красава. И если бы вы шли в президенты, то он бы за вас голосовал. Да. Ну, и мой тоже. И мои. Ну, и твои, Голотов. Да. То есть родители тоже все видели. Кошмар. Единственное, радует, что они согласны с этой правдой. Ну, ладно, ребята, давайте начнем урок. Василий Петрович, вас к директору. Срочно! Ну, вот. Мне кажется, сейчас мне вырвут язык. Да, но в среду контрольную никто не отменял. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, Василий Петрович, в 13 у нас пресс-конференция. В 13.13. Надеюсь, вы не суеверный? Блин, сегодня 13 число, я совсем забыл. Да не волнуйтесь. Вопросы подготовлены, ответы прописаны вот. Вопросы-ответы, Юрий Иванович, ни при чем. У меня сегодня педсовет в школе. 13-го числа. И потом мне сегодня нужно оплатить проценты по кредиту. Мы сейчас закроем все ваши вопросы по кредиту раз и навсегда. Василий Петрович, какой у вас банк? Мне не нужно, пожалуйста, звонить. Мне неудобно. Ну, хорошо. Вы поймите меня правильно, время на вес золота. Так что давайте как-нибудь в другой раз. В другой раз никак. Каждый просроченный день 17 гривен пенят. 17 гривен? Да. Тогда другое дело. Толя, меняем маршрут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо, что дай меня успели еще быстро оплачивать. Ой, очередь. Граждане, не будьте так любезны, пропустите президента без очереди. С какого перепугу? В бане очереди все равны. Ну, пожалуй. Я отработаю. Спасибо, извините. Леночка, здрасте. У Леночки сегодня выходной, я ее подменяю. Позвольте представиться. Бугай Анатолий Борисович, председатель правления банка. Да, очень. А, да. Я по поводу кредита, если можно... Смотрите у себя. Голобородько Василий Петрович. Василий Петрович, ваш кредит полностью погашен. Не может быть какая-то ошибка. У меня оставалось еще семь, было тяжелее. Дело в том, что наш банк один раз в году проводит акцию, победителю которой прощаются все долги. Вы и есть этот победитель. Не потому что я... Ну что вы, господин президент. Слепой зребий. Да. Ну ладно, приятно, неожиданно. Хорошо, да, спасибо. Леночка, пожалуйста. Поздравляю вас. Вас тоже поздравляю. Да, до свидания. Заходите. Зайду, да. До свидания. Товарищи офицеры, благодарю за экстренный сбор. Служу народу Украины! А вы, капитан Пилипчук, в следующий раз, пожалуйста. Без самодеятельности. Виноват Юрий Иванович. Хотел, чтобы все было натурально. Ну-ну. Василий Петрович, не надо торопиться. Вы не опаздываете, вы задерживаетесь. Вам легко говорить. Вы нашу Раису плохо знаете. Она меня убьет. Можно? Смелее. Здрасте. Вы звали Раиса Андреевна? Вы звали, Василий Петрович. Вы звали. Вы звали, Василий Петрович. Сначала мне скорую. Теперь я вас. Василий Петрович, объясните, пожалуйста, за что вы так не любите свою школу? Почему я люблю? Потому что она... Да что вы. Вы тогда объясните всем нам. За что же вы нанесли такой непоправимый ущерб любимой школе? Только ради бога. Вы выбираете выражение. Здесь все-таки женщины. Ну, вы... Вы тоже, мне кажется, сгущаете краски. Я сгущаю? Мы учителя, врачи, инженеры, просто люди. На... 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 Ликуйте! Мне уже звонили из районо. В нашей школе назначена переаттестация. Я надеюсь, никто не возражает против того, чтобы в конце четверти провести педсовет, где поставим вопрос о вашей профпригодности. И, как вы понимаете, вопрос это чисто формальный. Раиса Андреевна, мне кажется, это не совсем профессионально. Разговор окончен! ПЕСНЯ НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА С Богом. Извините, пожалуйста, за опоздание. Ну что, Василий Петрович, вы совсем не опоздали? Это мы, так сказать, с коллегами пришли пораньше, чтобы подготовиться и вас поздравить! ПЕСНЯ Да, спасибо. ПЕСНЯ Девочки! О, а это потом, да, конечно! ПЕСНЯ Спасибо. ПЕСНЯ Многоуважаемый Василий Петрович, господин президент, для нас огромная честь работать с вами в одном коллективе. Я иногда, конечно, ругала вас, ПЕСНЯ Но вы же понимаете, это не со зла. Просто я всегда чувствовала у вас огромный потенциал и хотела дать ему этому, так сказать, потенциалу толчок. И, как видите, не ошиблась, этот толчок помог ему, ну, вашему потенциалу, Боже! Чего же так волнуюсь-то, а? ПЕСНЯ Все, что мы хотели сказать, лучшим всего выразит песня! А? ПЕСНЯ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Василий Петрович! Василий Петрович! Василий Петрович! Василий Петрович! Ребят, пропустите, это мой десятый Б. Василий Петрович! Привет! ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Поздравляю вас! ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГЛОТОВ, ты не забыл, что у тебя сегодня сдача физики? Я уже. Да? Учителька физики, когда узнала, кем вы стали, всему классу 12 поставила. СМЕХ Да он шутит, Василий Петрович! Мы лично проконтролируем, теперь весь класс на отлично будет учиться. Мы ж теперь можем відповідати вашему статусу. Так, коли 10-му бе чекати покращення? СМЕХ Покращення, Марчук, в середу у вас будет президентская контрольная. СМЕХ Я прошу прощения, господин президент, что прерываю вашу идею, но надо ехать. Да, ребят, извините, удачи. Давайте хотя бы сфотографируемся. Да. Вперед. Возьмите, пожалуйста. Так, достали? Ну, скажите, история. История! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Спасибо, Алеша! Спасибо. Да нет, мы сами в шоке были. Не, я Ваське никогда не сомневался. Гены есть гены. Да. Э-э-э, чего? Кирилла? Да не переживай, пристроим мы твоего Кирилла. А он где работал? А, он безработный. Э-э, ну, устроим на биржу труда. Замдиректора. Ага. Все, Алеша, давай, люблю, обнимаю. Слушай, ты не помнишь, кто такая Валя из Кременчуга? Нет. И я не помню. А ты ничего не помнишь? Нет. Петь, я тебя уже два часа прошу за горошком пойти. Ты не помнишь? Мать, я занят. Кум. Здорово, Юра. Ага, спасибо, кума. Спасибо. Что-что? Каким первым замом? Я тебя министром сделаю. Да. Мне Веронику. Пристроим кума. Всех пристроим. Давай, пока. Все-все-все, Петь, я тебя прошу. Ты уже полукраины пристроил. Иди за горошком, я тебя прошу. Я не ем, оливье с горошком. Весь мель ест, а ты не ешь. Мы тебя отдельно насыпем. Иди, иди. Ступай, ступай. Иду, иду. Ой. Да. Я узнаю, да, Любочка. Петя в магазин вышел. Ой, о чем ты говоришь? Да, спасибо, спасибо. Виталика? В могилянку? Ну, я думаю, Васенька не откажет. Твоего любимого брата. Пока. Здрасте. Здрасте. И снова здрасте, Петр Васильевич. И что это за первомой полным ходом? Так весна пришла. Плановый ремонт. А, она же 10 лет весна нашей другой стороной обходила. Тут нагрянула. СМЕХ. Доброе здоровье, Петр Васильевич. Я до вас с приводу ранкового инцидента. А, Пилипенко накатал таки на меня заяву. Хто? Та вы что? Нет. Микола Павлович, он на вашем боце. Конечно, Васильич. Может, у вас до властника джипу есть какие-то претензии? Может, вы хотите отримать компенсацию за моральные заботы? Вот все. Папир, ручка. Зараз все швиденько оформлю. Да нафиг он мне ждался? Хоть же вы! Главное, чтоб своим корытым людям выезд не перекрывал. Больше не будет. Это я вам гарантую. Зловмисник уже переехал из вашего дома. И вообще с этого дня можешь парковаться где угодно. Работайте. Пробачьте, винен. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Привыкайте, Алексей Петрович. Теперь у вас началась совсем другая жизнь. Да. Можно сказать, у вас сегодня второй день рождения. Точно. Я забыл, сегодня у моей племянницы день рождения. Юрий Иванович, если несложно, давайте заедем за подарок. Не-не-не. Мы уже два раза переносили в пресс-конференцию. Я вас очень прошу. Ну, хорошо. Что вы хотели купить? Ну, не знаю, что, девочки. Тортик. Она фанатка дидё. Может быть, купим диск? Чего? Дидё. Дидё? Дидё. Дидё. Толя, торт и диск этого... Дидё. Кого? Дидё! А деньги... Василий Петрович, учите ответы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Господа журналисты, начинаем пресс-конференцию президента Украины Василия Петровича Голобородько. Вы, пожалуйста. Дарья Репина, ТСН. Господин президент, скажите, планируете ли вы стимулировать экономику методом привлечения венчурных инвестиций? Спасибо. Спасибо, Дарья. Да, вы знаете, динамика рынка инвестиций требует комплексного применения имеющегося инструментария для поощрения иностранных финансов... М-да. Все-таки любит наш народ дешевый популизм. Михаил Семенович, вы молодец. А я тут ни при чем. Перестаньте. Мы же все понимаем, что это твой человек. Нет. Я был уверен, что Голобородько это твой человек. Ясно. Если ни твой, ни мой, значит, это человек Рустама Ашотовича. Господа, клянусь, я не имею к Голобородько никакого отношения. А кто же тогда имеет? Вы хотите сказать, что страну возглавил человек неподконтрольный никому из нас? Смешно. Кто-то из нас темнит. Может, он ставленник Запада или Кремля? Кривицкий, я должен знать об этом Голобородько. Все. Разберемся. Вы, пожалуйста. Спасибо. Юрий Кушнир, Time.ua. Василий Петрович, не за горами зима, начало отопительного сезона. Скажите, какие энергосберегающие технологии в ЖКХ станут для вас приоритетными? Децентрализация теплоснабжения или все-таки геотермальные теплонасосы? Да, при решении этого вопроса будет учитываться специфика регионального районирования. Уважаемые журналисты, я прошу прощения, я не готов к этой пресс-конференции. Сложно отвечать на неподготовленные вопросы. Поэтому давайте с вами договоримся. Я подготовлюсь, и вы устроите мне пересдачу. А вторую повторную пресс-конференцию... Хорошо, потому что я честным скажу, я значение некоторых терминов даже не знаю. Неудивительно. Судя по избирательному ролику, вам ближе другая лексика. Девушка, вам слова никто не давал. О, ну ничего не меняется. То есть слово у нас дается только тем, кому выдаются слова заранее, да? Нет, почему, девушка, у нас свобода слова, насколько мне известно, в стране. Так что если у вас есть ко мне вопрос, пожалуйста, задавайте. Да? Неужели? Яна Клименко, журнал Прозора Влада. Скажите, пожалуйста, где обычный учитель истории взял два миллиона для взноса в Центризбирком? Следующий вопрос, пожалуйста. Не нужно, Юрий Иванович. Уважаемая Яна Клименко, вот как раз на этот вопрос я отвечу без труда. Все, ребята, урок окончен. Если есть вопросы, пожалуйста. Василий Петрович, когда вы пойдете регистрироваться? Куда регистрироваться, Глотов? Я куда? ЦВК на выборы президента. Ребят, ну хватит уж. Ну вы посмеялись, я посмеялся, все хорошо провели время. Пять миллионов людей посмеялись, да, старший? Не пять, а восемь. И все за вас. Вы комменты читали? Левченко, комменты я давно не читаю. Да потом, как вы себе это видите? Не может в нашей стране простой человек стать президентом. Почему? Ну, во-первых, для того, чтобы зарегистрироваться в ЦВК, нужно как минимум два миллиона гривен. А откуда у простого учителя такие деньги? Так вы про краудфандинг чулы? Что? Короче, мы в НЭТе объявили сбор денег. Как говорится, с миру по гривне. И вот у вас на счету почти два миллиона гривен. Точнее, два миллиона и восемь гривен. АПЛОДИСМЕНТЫ Урок окончен. Окончен урок, все свободны. Да, Василий Петрович, это мы ее здорово отбрели. Клаудфандинг. Хорошее слово, надо запомнить. Поверьте, старому политическому волку вы далеко поймете. А если честно, между нами откуда деньги? Так правда, краудфандинг? Ну, не хотите говорить, не надо. Василий Петрович, эти деньги собрал вам народ. Хотите, отдайте их ЦВК, хотите, купите квартиру, хотите, сожгите. Делайте с ними что, что хотите. Я не могу взять... До свидания. Я не могу взять... Тихо, судя. О, нефигасия! Мать, я тебе говорил, что он никакой не учитель. Либо наркотиками, либо органами торгует. А может, и тем, и другим. Толик, где торт и диск? Что? Что? Как это нету диска? Не получилось. Ничего страшного. Я просто подарю деньги, да и все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем привет. Как дела? Ух ты! Вкусноте еще у вас тут. Извини, задержался на работе. Пап, что у нас там во дворе? Весна. Весна, да. Вы чего? А, да, конечно. Надо. Так-с. Чего молчите? Как день прошел? А, да. Все родычи тебя поздравляли. Сынок твой, жена бывшая звонили, привет передавали. Да тебя ж сегодня не дозвониться. Может, именинницу поздравишь? Конечно. Наливай. Немножко. Спасибо. Так, тебе вина? Мне вина. Ну, мать, говори. Говори. Дорогой Васечка. Мам, я-то тут при чем? Он не перебивает мать президента. На самом деле, у Наташи день рождения каждый год. Та довосит о день рождения. Подумаешь, по вот 18 лет. Продолжай, бабулечка. В общем, Васечка, мы очень рады за тебя. Ты молодец. За себя, Васечка. Спасибо. За тебя. Неожиданно. Сынок. А в целом как? Первый рабочий день прошел? Какой сумбур день пролетел, я даже не заметил. Я тоже после первой ничего не заметил. Предлагаю повторить. Половинку. Так, Тиберина. Я скажу. Конечно. Дорогая внученька, тебе несказанно повезло, что у тебя такой дядя. Папа. Ну, не перебивай отца гарант. Я не думал, что я такое скажу. Я горжусь тобой, сынок. Спасибо. За тебя, Вась. И за тебя, Блина. Спасибо. Спасибо. Добрый вечер. Просите, что без звонка. Дверь была открыта. Дорогая Наталья, от имени президента Украины поздравляем вас с днем рождения. Диска Дидзю не нашли, поэтому выкрутились как смогли. Хэппи бёздэй! День рождения, Наталья! Так много девочек, но я выбрал тебя. Я не верил в любовь, а цепануло меня. Я люблю, когда сплю. Я от тебя дурю. Я до всего ревную. Я от тебя балдую. Я Bеменelobe моя мама. А ты бля меня сама, сама. Я Беменelobe моя мама. А ты бля меня сама, сама. Я бля тебяgensпа. Субтитры сделал DimaTorzok